Ну, продолжая тему интернета, хотелось бы спросить, в связи с принятием закона о суверенном интернете, планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки, как YouTube? Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки? Меня этот вопрос особенно остро интересует. Понимаю вас. Ну, я думаю, вы так же понимаете, что я скажу. Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строго и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды. Но вот тот закон, о котором вы говорите, закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, он же действительно направлен не на то, чтобы что-то там запретить. Во-первых, запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Во-вторых, цель закона проекта совершенно в другом. Просто в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. В России меж тем из-за закона о пиратстве могут заблокировать два крупнейших видеоресурса. Это Яндекс.Видео и YouTube, причем заблокировать навсегда. Такое заявление намедни сделал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Рябыко, рассказывая историю вопроса. К ним в организацию обратились некие книгоиздатели, которые нашли на вышеупомянутых порталах аудиоверсию какой-то там книги, которую без разрешения правообладателя опубликовали некие люди, у людей этих, к слову, наверняка есть имена, фамилии, а вот дальше начинается самое интересное. Вместо того, чтобы разобраться непосредственно с нарушителями, владельцами страниц, опубликовавшими данный контент, правдоборцы побежали судиться сразу с ресурсами, на которых контент разместили в ОМО с горсудей. Не моргнув глазом, странные иски приняли в работу и даже вынесли по ним какие-то решения тут же, не назначив никаких дополнительных разбирательств, следственных действий и так далее. Не понимаете, в чем абсурдность ситуации? Ну, давайте на пальцах объясню. Представьте себе, что кто-то написал на стене здания русского музея в Санкт-Петербурге гадость. Сотрудники музея просто этого не увидели или не успели отреагировать. Мимо шел прохожий, заметил нехорошую надпись, оскорбился и тут же полетел в суд. Причем, обращаю внимание, не в полицию и не в следственные органы, мол, вы разыщите вандалов-то накажите. Сразу в суд и потребовал снести здание русского музея, на что Фемида согласилась, так, понятнее. Вот и в нашем случае правообладатель, повторюсь, почему-то не нарушителей к ответственности попросил привлечь, а снести то здание музея. Вы мне, конечно, простите мою дремучесть, но закон в данном случае точно по пиратам шарахнул. В смысле, пиратов-то вообще хоть кто-то собирался наказать, или мы опять по Воронежу фигачим. А дальше от наших судей чего ждать? Если кто-то один в подъезде не платит, скажем, за коммуналку, давайте на всякий случай выкинем на улицу всех жильцов. Или если в моем районе совершено преступление, посадим всех жителей района. Это реальная журналистика. Моразм крепчал темы сегодняшнего выпуска. И это печально. Поехали! Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синапэк месяц наблюдал, как ведут себя акции компании. Все-таки купил 7 штук по 26 долларов, потратил 12 с копейками тысяч, но говорят, что в ближайшее время бумаги снова начнут дорожать. Кстати, сегодня они уже почти по 29. И я по такому случаю еще несколько штук прикупил, если будет как в прошлом году. Когда их цена подскочила до 74 долларов, то, в общем, не зря связался. Хотя от чего волноваться-то? Нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут, значит, и я не проиграю. Тоже хотите попробовать? Переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, действуйте. Хотя от чего мы все вокруг да около ходим? Давайте называть вещи своими именами. Все это называется одним простым словом цензура. И происходит оно сегодня с использованием, нет, даже не пробелов в законодательстве, правильнее будет сказать, при помощи подтасовок, подминанием законов в нужную для кого-то сторону. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. К сожалению, в нынешнем 2019-м над законом в нашей стране люди, обличенные властью, начали глумиться уже в наглую. Нельзя сказать, что раньше закон не нарушался, но до того как он и происходил, а все-таки с какой-то долей аккуратности, что ли, нынче вообще беспредел начался. Ну, давайте вспомним хотя бы выборы, что прошли в сентябре, а точнее события, которые тем выборам предшествовали. Все же помнят, как неугодные кандидаты не могли попасть в избирательные комиссии, чтобы хотя бы документы на регистрацию сдать. Адреса левые указывались на официальных сайтах, в официальных бумагах. Бандиты держиморды какие-то привлекались, которые буквально оккупировали, те избиркомы запугивали людей ни одного разбирательства, ни одного. А как браковались затем подписные листы самовыдвиженцев. Мы считаем эти подписи поддельными. Приходили люди, говорили, вот он я. Я на самом деле подписывался за человека. Плевать, мы хотели, что ты где-то там подписывался. Дядя и тетя решили, что твоя подпись подделка. Пошел он. Я Самарский Павел Иванович, проживающий по улице 1-я Фрунзенская, дом, квартира 6-я. Подтверждаю, что я сам, собственноручно, оставил подпись в поддержку Любови Соболь. Меня зовут Финников Дмитрий Олегович, являющий район Арбат. И я действительно 14 июня оставил свою подпись за выдвижение Любови Соболь. И дату, и подпись оставил собственноручно. Я записался и стал сам сборщиком, и заверил свою подпись нотариально. Я неоднократно был членом участковой избирательной комиссии по району Арбата. Я участвовал в работе территориальной комиссии. Моя личная подпись, и действительно, ну что делать? Эту комиссию надо распускать. Я Азар Илья Ильянович, прописан в районе Хамовники, и даже являюсь в нем муниципальным депутатом. И я, находясь здраво, у меня твердой памяти, собственноручно внес дату и подпись в поддержку от движения Любови Соболь на выбор в Московскую городскую думу по 43-му. А митинги в поддержку недопущенных кандидатов? Все же прекрасно помнят, а помните, каким образом нечистые на руку чиновники боролись с теми митингующими и кандидатами, ну когда поняли, что людей бесполезно запугивать. Сажать на сутки ареста и так далее? Да, в суды полетели какие-то липовые заявления, причем бог знает от кого. От коммерсантов, что упустили выгоду из акций протеста. От транспортников, включая, кстати, метрополитен, который митингующие тоже заработать не дали, якобы перекрыв дорогу, и ведь миллионные иски-то было. Доходило до откровенного абсурда, как вот с этим вот враньем вокруг ресторана Армения. А все дело в том, что у нас средний гость съедает 4 килограмма мяса. 4 килограмма мяса, удивились все в зале. Да, 4 килограмма мяса съедают каждый год, поэтому мы берем среднюю посещаемость, умножаем на 4 килограмма мяса, и вот мы посчитали, что за день нам нанесли ущерба на 250 тысяч рублей. Представляете, в суды у нас теперь лжецы ходят с откровенной липой и выигрывают эти суды. Про то, что творится в СМИ, вообще молчу. На весь мир ахинею несут и ни у кого даже не ёкают, но вот подвели сейчас итоги последней пресс-конференции президента. И знаете, что выяснилось? Оказывается, что россиян в этом году снова дюжа интересовали вопросы о Донбассе и Украине. Почти 70 тысяч вопросов по этому поводу пользователей Рунета задали еще смешнее. На втором месте по популярности оказалось непреодолимое желание граждан услышать от президента что-нибудь о компании и на практике. Вообще, знаете, что это за компания? Чем она занимается? Огромное количество наших соотечественников, как выяснилось, очень сильно интересуются ее судьбой. Но анекдот, ей-богу. Уже даже юмористы в открытую высмеивают бредоносцев. Такое ощущение, что у нас все наладилось. Понимаете? И осталось, чтобы вот украинцам помочь. А ведь, собственно, по этому поводу бредоносцы ратуют за цензуру. Когда нет альтернативы, ложь воспринимается не так болезненно. Ага. А вот прям сейчас себе представил бабульку в магазине, решившую купить к Новому году на последние деньги хоть каких-то вкусностей. И в этой бабульке вдруг денег не хватило. Чтобы облатить все покупки, продавщица «Ну ты, бабка, откажись тогда от чего ты, бабка, с пониманием? Да, конечно, дочка. Я и без колбасы с маслом перетопчусь в новогоднюю ночь. Ты мне, главное, скажи «Чё там на Донбассе-то? И всё ли хорошо у компании? И на практике? Ой, господи». Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. И под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.